всем привет сегодня у меня первое путешествие по испании и я в городе кадыз и кадыз в парк здесь очень прохладно так кстати всем по-другому очищается и в этом городе в кадизе наконец-то есть деревья вообще когда мы подъезжали то можно было посмотреть на деревья и сейчас смотрите на гранатике 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 очень красивый парк здесь мы только что вот просто вышли из машины поэтому как бы я еще так особо ничего не знаю сейчас буду показывать потихонечку какие здесь жительницы это парк с водопадом и уточками уточка привет прям очень приятный парк если честно даже как-то вот радуется моя душа что как-то знаете вот много зелени есть и это деревья я уже там в этой линии просто отвык от деревьев если честно там просто две пальмы у нас знаете все очень приятная температура здесь какой-то отель там наверно люди ходят было очень тяжело припарковаться здесь просто было нереально найти парковку просто смотрите какие огромные с мою голову цветы забрался я на горы на водопадик водопад конечно искусственный как вы понимаете он настоящий и вот уже наверно это океан это даже не море но если честно я не знаю что это да друзья мои первый раз в своей жизни я вижу океан какой это океан тихие с этой стороны да да нет даже не тихие атлантические чё я обманываю этого на атлантический океан какие-то другие еще видел там когда по азии это океан большой с него чувствуется прохлада хотя очень сильно печет солнце но как бы прохладник какое интересное дерево я нашел большая морковка ботва как ботва листики выросла морковочка какие у нас там бывают рощи а здесь видите кактусовая роща пойду погуляю в кактусах а не пойти ли мне в кактусовый лесик помедитировать посмотрите он еще раз цвел какой-то огромный вообще смотрите это же прямо так надо научиться делать это как как это зверушка такая да смотрите как они бы стригали это да а вообще смотрите какой красивый парк какая красивая аллея необычная вообще посмотрите как большой валик какой-то зеленый так прикольно как они это сделали вообще очень прикольно прям очень прикольно парк просто какой-то нескончаемый продолжается и продолжается такой прекрасный парк и выход к океану посмотрите на вечером здесь тоже очень красиво когда горят фонарики вот здесь променад около пляжа господи что я говорю променад около океана смотрите весь кадис состоит из таких таких вот улочек ты идешь и тут так хоп и поворот потом снова хоп и поворот и наверно какая-то площадь главная церковная правда но тут уже видите архитектура такая как что-то по риге даже напоминает итак у нас обзор на экскурсия по площади вот так вот я вам это все обозрю там какая-то интересная такая вставочка ну симпатичненько знаете уже не ля линея уже так чувствуется здесь больше такой как у колорит испанский наверно сейчас покажу какая интересная экскурсовод в национальном смотрите приколистка ну а вообще кадис то есть это как областной центр вот там где мы живем ну где я живу да то есть это областной центр так и называется как провинция кадис красиво здесь смотрите вот так вот улочки прямо пересекает одна другую так балконы сейчас переключил вам будет показывать почувствуйте ритм города пишите вам в комментариях как вам кадис зашел ли вам кадис получили кадис чем ля линеюшка наша небольшая сладкая пауза у нас будет спанцев как всегда жизнь такая спокойная это рынок местный сидят кофеечек сигаретки а вот весь где народ сидит у них сегодня какой-то стрит-фуд рынку ставлю уверенную тройку по 10 балльной системе ничего интересного вообще но цены на фрукты в раза два ниже чем в магазинах могу подтвердить до трорезий так вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Здесь мне очень понравились двери входные в каждый подъезд, они какие-нибудь самые разные, но обязательно очень высокие, прямо такие, знаете, такие парадные двери с такими замками, посмотрите, как будто и ручки на каждой двери, какая-то своя особенная ручка, там, знаете, всякие львы, запястья, чего там только нету. Симпатичный городок такой, даже очень, я бы сказал, стоит на таком полуострове, смотрите, давайте вот просто посмотрим. Дверь здесь такая, здесь такая, но тут каждая дверь, она какая-то разная, понимаете, реально можно просто залипать, залипать на дверь. Вот такие вот, мне кажется, тут каждую дверь просто изготавливали на какой-то заказ. И они такие, знаете, лакированные, что ли, так правильно сказать. Интересно сюда приехать, конечно, так вот на один день погулять, классно. Главпочтам, и я, кстати, наконец-то купил открыточки для своих любимых подписчиков, которые угадали. Сколько же я плачу за свою квартиру? Мужчина с серпом. Мужчина? Женщина? Женщина с серпом. По горлу так. Чирас! Цветочный рынок. Первый раз вижу такой, что такой настоящий цветочный рынок. И меня поражает просто их ассортимент, по-моему, это просто с Голландии привезено. А на самом деле как-то, ну так. Смотрите, какой мобильный хелс-центр. Проверка здоровья. Сколько ты весишь, туда засовываешь руку, этими потом держишь руки. Он тебя там сканирует по полной программе, и тебе выдают сразу рецептик. Ты идешь и покупаешь. Какая современная аптека. И сразу же тебя амбуланция здесь ждет. После проверки здоровится. Это такая главная улица. Мы идем вон туда, там собор какой-то. Чуть не напала на меня такая. Сзади подошла, говорит. Пропусти меня. Это какая красотка. Красотка. Испанская горячая женщина. Никак, да. Никак, да. Терпой, да. Из-за highest, всё хорошо, всё хорошо. Так, спасибо. Испанская глухо, свечка. Йитово. Испанская лапочка. Терпой. Да, ответ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это тоже школа, там школьный двор Мне кажется, это очень романтическая школа Потому что она выходит на океан прямо Это самая лучшая школа, которую я видел когда-нибудь Ну а если кто-то решит приехать на пляжик позагорать в Испанию, в Кадис You are very welcome, конечно, посмотрите, бабульки какие Бабульки бы накрыли себе поляну, бассейн и тусуются А это здание, кстати, какой-то исторический университет Ужас, ужас какой Это точно не мой пляж Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мистер Феликс, как ваша жизнь? Волна! Скажите, как вам океан? Завершаем наш день в городе Тарифа Не успели на закат солнца Мы просто не могли нигде припарковать машину Этот город, он просто упакован Упакован Просто невозможно было Ну, посмотрите на такой красивый закат Там находится место, где соединяется Атлантический океан и Средиземное море И отсюда, в принципе, пошло слово Тариф Да? Оплата Такое международное слово Тариф От города Тарифа Все-таки решили сдаваться И сейчас по левую руку от меня Это Средиземное море А по правую руку от меня Это Атлантический океан Это вот место, где они соединяются Атлантический океан Атлантический океан Продолжение следует...